Итак, мы продолжаем наш тренинг по специальному массажу. Сейчас переходим к локтевым техникам. То есть мы идем от общего к частному, от поверхностного к более глубокому. Сначала растирали, это в основном кожные покровы, подкожные. Потом мы разминали кулачковые техники. Вот, кстати, на доске написал их очередность, от лопатки, всю спину, потом ягодицу, крестец прорабатываем с точками. И заканчиваем тем, что растрясаем весь позвоночник, вот так вот схватив застистое отростки, влево-вправо. То есть у нас постоянно включена вибрация. Вот так, да? Нет, вот так. А, вот эти. Вот так вот, значимыми, да. Вот, и это был четвертый сет. Теперь переходим к пятому сету локтевой техники. Вот закончили, возвращаемся обратно опять. Растрясаем. И сразу прием нож входит в масло. То есть мы как бы разрезаем квадратные мышцы, косые мышцы, вот до локтя. То есть от узкого пальчика все шире, 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 шире. И локтем потом их раздвигаем, да? Тут важно не попасть на плавающие ребра и не попасть на гремень по задушкам кости. Иначе косточкой по косточке будет больно. Ну и естественно, ассисты отростки тоже не задеваем. То есть какому-то человеку можно и до конца довести руку, да? Вот, прям вот остреем. Терпимо, да? Да. Всегда спрашивают, терпимо или нет. Вот, видите. А кому-то больно будет, тогда только вот до середины предплечья своего. И воздействие на кости. То есть локти, вот кулачки он воздействовал на мясо. Локты теперь воздействуем на кости и связки. И отодвигаем таз туда. Вот. Второй сразу локоть входит. Отодвигаем за ребра вот туда. Опять же, если вы острием проведете по ребрам, это будет больно. Острием не надо, да? Вот в боковой части. Вот так. То есть от нашего базиса, да? Все кости, которые растут ниже, мы толкаем к ногам. Все кости, которые растут вверх, мы толкаем к голове. Честно повторяю. Первая рука пошла, вторая рука пошла. Если рука человека мешает, можно ее свесить. Это поочередно получается? Да, поочередно. Одной, второй. А вместе можно? А вместе вот так вот, да. Мы тоже будем делать, но чуть опосля. Чуть попозже. Пока по очереди. Это, кстати, вот именно раздвинуть вот эти вот мышцы. С подмеренной мышцы. Тут же и паравертобральная мышца, тут же и широчайшая мышца включается. Вот мы их отодвигаем, отодвигаем, отодвигаем. Это квадратные поясницы? Да, квадратные, да. Раздвигаем. И заканчиваем тем, что эта рука пошла вверх. Эта рука пошла острием сюда. Захватываем здесь трапецию. Начинаем разминать. А это одновременно с этим движением делает концентрические круги локтем по ягодице. Отдельную ягодичную проработку мышц мы включим тогда, когда будем делать ноги. А пока просто четыре концентрических круга. Раз, два, три, четыре. Поменьше. И вот на этой точке останавливаемся. Показываю еще раз. Пошли. Пошли. Раз, два, три, четыре. Остановились. Тут рука у меня захватила осисти кулаком и большим пальцем. Вот так вот захватили их. Захватили. И начинаем их расшатывать вот так вот вниз. Условно позвоночник делится на четыре части. Шейно-ворняковый переход. Верхняя грудная, грудной отдел. Нижний грудной отдел. И поясничный отдел. И так же получается четыре прохода локтем мы делаем здесь назад. Отодвигаем уже вот ягодицы. Раз. Раз, два. Одновременно. Работа дверки. Три и четыре. Рука у меня. Как будто бы я это делаю. Да? Вот из нау-хау, да. Чтобы одна рука у нас не спала, да? Человек же оплатил на время, да? Если мы будем на одной руку работать, то эта рука, чтобы зря не работала, она заодно и растрясает. Тем более ты ощущаешь, что как будто бы разное воздействие идут, да? Да, да. Как будто два человека подзял. Ну вот отлично. И остановились вот здесь, да? Спустили как бы лимфу в конце. И теперь ягодицу, в силу большую группу мышц по диагонали сворачиваем в эту сторону и в эту сторону. Желательно предплечьем. Вот видите, все сразу. Раз. Раз, два, три, четыре. То есть диагонали в эту сторону и диагонали в эту сторону. Теперь прием называется рубанок. Ставим руку, ну вот как рубанок, да? Наверх, как вы ее делаете, на самом деле, неважно. Можно так, можно так держать вот так, да? И начинаем всю спину целиком растирать. Четыре прохода. Раз, два, три, четыре. Ниже. Теперь ягодичная мышца в длину вытягиваем. Раз, два, три, четыре, минимум, да? Квадратные мышцы. Раз, два, три, четыре. Вращайшие. Раз, два, три, четыре. Трапецию. Раз, два, три, четыре. Это была нижняя трапеция, теперь верхняя трапеция. Нижняя и верхняя вместе. Теперь параллельно, где закончили, там мы продолжаем. Параллельно руки поставили и упали на силу человека. И всего его поперек теперь раскачиваем. Вот, пошло тепло. А мы встали теперь в исходную точку. Вот ППС. То есть это нам надо между артистом и подвздошную косточку. Тут сантиметр три. Расстояние вот сюда, вот в эту ямочку. Впасть локтем. Прямо стримим локтя. Вот туда. И пробиваем вниз к пяткам. То есть расширяем этот сустав. Подвздошная кость идет по диагонали. Дальше мы ее будем пробивать, да? И, соответственно, по ней будет больно бить. Берем небольшой валик сверху, вот такой, да? И через него пробиваем саму подвздошную кость. Отдвигая таз вниз. Почувствовал? Ага. Ну, если кому-то вот так вот больно стучать, можно вот так стучать. А можно посмягчить вот так. Получается, самый спрессованный позвонок мы декомпрессуем, да? Да, декомпрессуем, или 5С1 получается здесь. Ну, ты почувствовал, да? Да. Разжатие, когда, да? Да. Есть, да. Вот. Возвращаемся в исходную точку. И вот одна рука на другой висит, да? Чтобы было давление, мы теперь рисуем блюдца. Вот такие круги, да? По всей спине. Получается, вот такого диаметра, да? Блюдца мы нарисовали. Снизу вверх для декомпрессии. То есть круг должен идти так, чтобы, когда приближается к позвоночнику, мы толкали вверх. Видите, вот не в эту сторону, а в эту сторону. То есть получается, с этой, с правой стороны у человека мы делаем по часовой стрелке. С левой стороны будем делать против часовой стрелки. И то же самое рисуем маленький циферблат часов, наручных, вот такой, да? Ну, примерно вот три пальца от позвоночника. Упираясь в реберно-поперечную дугу. Вот так, если мышца отодвинулась, то вот она чувствуется. Здесь вот этот гребень такой, да? То есть мы в него, тык, 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 подбиваем локтем, чтобы было, ну, чтобы раздвинуть. Реберно-поперечное сочинение. Еще раз показываю. Большие блюдцы нарисовали. Если вам, кстати, неудобно этой рукой, да, может легко раз перейти на другой локоть. Просто будет направление, смотрите. Тут вот я через руки давлю, да? А вот тут я давлю, получается, через плечо. Через плечевую кость. Раз, поменялись, и маленький циферблат. Если почувствуешь, что у кого-то что-то где-то выпирает, или какая-то мышца спазмирована, да, то можно прямо вот так поставить в эту точку, да, и головой себе помочь. Видно голову, да? То есть головой такой. Вот, прям туда. Как-то, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, в основном самое сильное воздействие – это от десятого позвонка, да? Плавающие ребра мы не берем внимания, бережем там, где почки находятся, да? Только вот выше. Размяли, и считайте, что мы подготовили его теперь для более мощной декомпрессии. Теперь мы вот так вот вставляем руки и раздвигаем вот этими косточками мизинца, как бы такую скобу делаем. Скобу вставили и раздвинули. То есть это не массаж. Там мы на кости, интересно, видите? Не ползем никуда. Вперед там или куда-то еще, да? А вот поставили, и плавающие ребра от тазовых костей. Оп! И вот так тянем, 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 тянем. С выдохом. Еще раз. Говорим человеку – выдыхай. Дальше плавающий ребр пропускаем и начинаем отсюда. Получается 10 ребер. Между ними сколько расстояний? 9, да? Сказать, отказать 15? Нет, это 2 сантиметра. Расстояние между ребрами. Ну, да, примерно, да, 2 сантиметра точно распарится. Но там надо туда попасть. И опять же мы вот так вот эти лодочки ставим. Как клинки, как будто забиваем. 9 клинков забили, да? Получается одна большая лодка. И 9 таких вот, да? Это мы поставили лодки. Вот считайте, что это причал у нас. И с этой стороны яхты поставили, да? Теперь прогремел выстрел стартового пистолета. И пошла регата первая яхта. Вот занесли в какой-нибудь, видите? Раздвигаем человека, декомпрессируем. Вторая яхта. Третья. И четвертая. Вот череп и ключ. Двигаем немножко другого. Видите, аккуратно, мягко так. Получается, опять делим на 4 прохода. 1, 2, 3, 4. Потом на 3 прохода. 1, 2, 3. Потом на 2 прохода. 1, 2. И на 1 проход. А, как стишки делали, да? Да. Да, как стишки тоже на 4 части мы делили. И когда вот это вот вибриджевали, помнишь, тоже на 4 части делили. То есть мы все делим. Как говорится, Бог любит троицу. Олег Иландович любит четверицу. Все делим на 4 части. Получается, на сколько частей, да? 4 плюс 3, 7. Плюс 2, 9. И плюс 1, 10. 10 лодок поставили, 10 лодок запустили. Правильно? Давайте на 3 части. Раз. С выдохом выдыхай. Вместе со мной. 2, 3. All together now. Раз, два. Теперь последний проход. 1. Широкий такой. То есть для этого, видите, короткий проход. Теперь широкий длиной. 1 раз протянули. И за бочину взяли. И вот, видите, растянули его. И это мы подготовили теперь для более мощной декомпрессии. Предупрежаем человека, что теперь выдыхай длительно. Такой протяжный, длинный выдох. Сами ставим руку одну под плечи. Вот так вот по диагонали. Получается на самые большие выступы. Это вот... А, вот тут уже точка такая. Ух ты. Просто середина креста. У меня же ногу слило. Да ладно, что напрягся креста. Нет, попал в нерв как-то четко. Середина крестца и уголок подвздошной кости. Верхний уголок подвздошной кости. Вот здесь получается вот здесь и вот здесь. Вот так вот. Вот упор. Вторую локоть ставим за сестами локоть. Вот до сюда доводим. То есть на реберно-поперечное сочинение. У меня точно есть такие точки, которые можно выключать человека. Включать все это... Я попал в какой-то нерв. Вот чуть левее. Не, левее. 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 Вот она. Ух ты. А что такое? Хи. Ну. Это сейчас к делу не относится. Ну, что такое? Умоление у тебя. А с этой стороны нету? Нет. Вот. Это просто астистые. Тут как бы нерв нет. Нерв здесь. Ну, да. Я тут не удивлял. Тут нерв идет. Блин. А это середина астистового крестца. Да. Астистые, пожалуйста. Астистые, отростки, крестца. Ладно, не сбивай. Да. Всегда говорим человеку, дыши вместе с нами и показываем, демонстрируем, как бы подсказывая, да, что надо дышать. Делаем длинный протяжный выдох. Установили один локоть, второй локоть. И пошли его теперь декомпрессировать, расшатывать в разные стороны. То есть руки работают в противофазе вот так вот. Раздвигаем его, да, в стороны. Второй проход предупреждаем. Сейчас я буду посильнее заходить, да, поэтому расслабься и тоже длинный выдох. Обе теперь локтя за пределами ассистов, да, этот давит в таз, в ту сторону, а весь мой вес на втором локте, длинный выдох. Вот так мощно продавили за реберном поперечном соединении. Тут обязательно прощелкает. Ну, кого-то 2-3 хрустов, кого-то 4-5, может быть, хрустов. Правильно, выдыхай. Выдохнул. И начинаем теперь массировать трапецию. Переходим к лопатке. Это у нас будет уже шестой сет. Вторая рука догоняет первую руку, которая здесь уже, да. Начинаем разминать трапецию, но это уже в следующем сете. Локтевые техники сейчас со спиной закончены. С вами был Олег Лавгудвин. И если вы с нами не вместе, не подписались, комментарии не написали, то зря вы это делаете. А вообще лучше вам быть здесь и отрабатывать все на живой натуре и сразу в практику в ваши золотые ручки. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok